Сегодня мы будем проходить две книги. Книга первая Эздры и вторая книга Неемия. Первая книга Эздры, каноническая книга, вторая книга Эздры, мы ее проходить не будем, потому что эта книга, можно сказать, дублирует, повторяет содержание двух книг Эздры и Неемия, за исключением одного яркого случая действия происходит в Вавилоне, когда три слуги царя Вавилонского были озадачены царем Вавилонским придумать лучшую мудрость, скажем так, какая наилучшая мудрость, в чем основная мудрость человеческой жизни. Можно сказать, больше ничего нового мы из второй книги Эздры не узнаем. Но если у кого-то есть возможность прочитать эту книгу, прочитайте, потому что она не во всех книгах, в смысле не во всех Библиях содержится. Вторая книга Эздры. Мы остановились на том, что евреи постепенно были уведены в плед. В начале было уведено царство Израильское. И спустя 120 лет было пленено царство Иудейское. Царство Израильское пленил царь Ассирийский, а царство Иудейское пленил царь Вавилонский. Конечно, нам нужно знать в общих чертах геополитическую карту того мира. Царство Ассирийское было поглощено царством Вавилонским. Царство Вавилонское было поглощено в результате царства Персидского. В ней сказать, империи Персидской. Персидская империя, можно сказать, что это самая большая империя того времени. Самая большая. Она захватила на основании уже существовавшего Вавилона Ассирийской империи, можно сказать, всю территорию сегодняшней Турции, Египет, аж до Индии, она простиралась. Очень большая, по меркам того цивилизованного мира, очень большая империя. В отличие от Ассирийской и Вавилонской, которая ограничивалась пределами стран Буречья, то есть Тигра и Ефрата, и периодически, частично, была захватываема Палестина до Египта. В некоторых текстах говорится о Персидском царе как о Вавилонском царе. Это потому, что Персидский царь тоже находился в Вавилоне. Но это не значит, что Вавилонское царство отождествляется с Персидским. Просто Персидский царь устроил столицу в Вавилонской столице. И освобождены евреи были уже спустя. Знаете, здесь очень сложно сказать. Вообще очень такая хронология, я бы сказал, запутанная. Современные историки утверждают, что пленение было в течение 50 лет, а библейские историки говорят, что пленение было 70 лет. Поэтому в тексте вы встретите 70 лет Вавилонского пленения, историки, библейские историки будут говорить о 50-летнем пленении. При Персидском царе, императоре, конечно, здесь терминологически очень сложно отождествлять, наверное, все-таки Вавилонского царя с императором, но, в принципе, то, чем обладал Персидский царь, это было по существу модель империи. При Персидском царе Кире евреи были возвращены в землю Абитаварную, возвращены царем Киром. Вот в первой главе книги Эздры с первого стиха говорится, «В первый год Кира, царя Персидского, во исполнении слова Господня Иисус и Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя Персидского, и он повелел объявить по всему царству своему словесно и письменно. Так говорит Кир, царь Персидский, «Все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа Его, да будет Бог Его с ним. И пусть Он идет в Иерусалим, что в Иудее и строит дом Господа Бога Израильева, того Бога, который в Иерусалиме. А все оставшиеся во всех местах, где бы тот ни жил, пусть помогут Ему жители вместо того, серебром и золотом и иным имуществом, и скотом с доброкотным даянием для Дома Божия, что в Иерусалиме». Вообще, священнописатели влагают в уста Кира достаточно странную речь. Речь царя Кира скорее похожа на речь иудейского правоверного царя. Он говорит по вдохновению, наитию Бога. И он говорит, что Бог, Господь, Яхве на еврейском языке, небесный Бог, Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иерусалиме. Язычник, который владел громадной империей того времени, является, считает, вернее сказать, себя почитателем истинного Бога. Египетское рабство, то время, это время было очень тяжелым испытанием для евреев, потому что они не могли не вспомнить египетское рабство. Они вспоминали о том, как Господь воздвиг из их среды пророка Моисея, вождя еврейского, который вдохновенной речью с братом своим, Аароном, и сопровождал многими чудесами исхождение из Египта в обетованную землю. Все это, конечно, представлялось плененным евреям очень ярких красок. В это время они анализировали свою жизнь, пытались найти аналогии с жизнью своих предков, но я думаю, все это было бы, наверное, невозможным, если бы не было среди плененных евреев множества вдохновенных пророков. Это было время пророков, причем таких ярких пророков, как пророк Исаия. Да, мы помним, что еще при царях в Иудее был пророк Исаия. Но идет речь о другом Исаии, даже не о другом, а еще и о третьем Исаии, потому что книга пророка Исаии, она разделяется по своему смыслу, по содержанию, со всей очевидностью на две части. Ее называют первая часть до 44 главы, первого Исаии, потом до 50 главы, мы будем еще более подробно об этом говорить, второго Исаии, и затем третьего Исаии, или, возможно, группы пророков. Конечно, мы будем останавливаться, будем еще возвращаться к этому необычному времени пленения, когда будем изучать творения вдохновенные святых пророков. Пророки были глашатыми волей Божьей, они доносили истину Господню еврейскому народу. Если бы не было у евреев совести в лице пророков, все-таки, наверное, было бы невозможно вернуться к истокам евреям. то общество, вавилонское общество, это было общество достаточно сильным в военно-политическом плане. Оно было очаровательным в религиозном плане прекрасный город, столица, Вавилон, 13 квадратных километров площадью квадрат с очень красивой архитектурой, необычной, зачаровывающей архитектурой. Это было совершенство, зодчество того времени. Потом театрализованные религиозные шествия, которые в игровой театрализованной форме представляли всю священную историю язычества, это было очень увлекательно, это было неподражалево. Никто не мог сравниться с вавилонинами в отношении их языческого культа. Это было действительно впечатляюще. можно сказать с внешней точки зрения, что все, что было в то время, оно имело скорее плюсы, чем минусы. даже тогда, когда евреям была предложена возможность возвращения на родную обетованную землю, не все, далеко не все евреи согласились вернуться. Многие очень даже неплохо устроились. Очень было все у них там хорошо. Учитывая еврейскую жилку, смекалку к финансам и экономике, они, конечно, очень быстро заняли ключевые посты в Персидском царстве. Можно сказать, это была и аристократия даже Персидского царства. Вообще всякая империя, она отличается от обычного узконационалистичного царства, потому что империя предполагает полиэтничность, полирелигиозность, имеется в виду многонациональность и многорелигиозность. Представлялась возможность в империи буквально для каждого гражданина империи, если у тебя есть дарование, способности занять какое-то именитое положение в обществе, в государстве. Чем и воспользовались плененные евреи. Об этом мы тоже будем много говорить в пророческих книгах. И если бы не пробуждали от сна греховного пророки, спать бы премучим сном за всех евреев этой Персидской империи. Начинали напоминать давайте откроем 136 псалмом. Я на русском языке читаю этот псалмом. При реках Вавилона там сидели мы и плакали. когда вспоминали о Сионе на вербах посреди его повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песней. то есть просили вавилонине спойте нам спойте какую-нибудь свою еврейскую экзотику потому что Вавилон это была столица а столица это как всегда богема это всегда люди связанные с искусством с литературой люди интересующиеся всякой иностранщиной всякой экзотикой и просили евреев спойте нам слов песней ваш и притесните ли наши веселья пропойте нам из песней сионских и вот здесь удивительная вещь понимаете что такое спеть для еврея еврейскую песню еврейская песня того времени это песня прежде всего религиозная спеть религиозную песню это значит пробудить внутри себя из глубин своего человеческого еврейского существа всю славу всю радость еврея она связана была с Иерусалимом она была связана с храмом иерусалимским она была связана с великолепным религиозным обрядом пультом иудейским но что могли спеть евреи в стране пленения что они могли спеть на реках вавилонских где течут где текут не их воды не воды иордана а воды этих царств языческих царств тигра и ефрата и они отвечают как нам петь песни господню на земле чужой если я забуду тебя Иерусалим забудь меня десница моя а что такое человек без правой руки без десницы он становится беззащитен не способен какому-то сильному уверенному действию прилип не язык мой кортами моей пусть я лучше буду бессловесным если я буду петь песни Сион в стране чужой если не буду помнить тебя если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего но Иерусалима нет нет храма нет великолепного царства иудейского нет ничего есть только воспоминания есть только славное прошлое которое было сквернено и теми кто жил потому что они еще помнили славу иудейскую и теми и те кто только знал об этом из рассказов отцов и дедов припомни вы помните на церковно-славянском языке этот псалом поется в подготовительные недели великого поста блажен иже возьмет младенцы твоя и разбиет их окай конечно эти слова нас поражали своей бесчеловечностью но что мог переживать плененный еврей потерявший свое лицо потерявший свое славное прошлое даже там где они были возможностях каких-то материальных они все-таки помнили что их Господь избрал вывел из Египта провел через всю Синайскую пустую и ввел земля медоватную все это было очень трудно и тяжело внутри себя осознать понять это выливалось только в таких скорбных песнях это был 538 год до Рождества до мы приближаемся постепенно ко времени когда Иоанн Претеча выйдет к Иордану и скажет покайтесь приблизилось царство небесно царь кир здесь выступает покровителем еврейского народа он освобождает евреев и дает им материальные финансовые возможности для того чтобы отстраивать Иерусалим с храмом Иерусалим он возвращает сосуды которые были украдены а вернее сказать ограблены навуходоносером все это возвращается что уцелело евреям но не упоминается великая святыня евреев которая называется ковчегом завета с этого времени теряется след ковчега завета мы не знаем где был утерян ковчег завета это очень важный момент и об этом тоже нужно помнить очень важно именно проводить в своем исследовательском изучении этого периода параллель с египетским периодом периодом исхода евреев из египта здесь все наоборот если в египте евреи потеряли можно сказать себя через рабство через унижение растоптанность они уже себя можно сказать не идентифицировали с народом божьим ну в принципе народа божья как такового еще не было были просто отдельные люди с которыми связывал господь свои обетования не было еще завета с народом но потомки авраама они были можно сказать на 90 процентов или даже больше они были уже язычниками когда они выходили с египта они выходили в сопровождении козни египетских было очень много пролито крови помните погибли первенцы египетские физические евреи отняли золото насильно у египтян здесь мы видим совершенно другую ситуацию господь дает через руки покровителя евреев царя персидского императора дает им деньги сосуды церковные и дает им сопроводительные грамоты в которых он говорит о том чтобы все те народы которые живут там сейчас на территории палестины бывшего иудея израильского царства способствовали строительству Иерусалима и Иерусалимского храма потому что на то время это была еще территория персидской империи здесь мы видим совершенно другую картину и это все нужно понимать для того чтобы сделать очень один важный вывод что человек получает какие-то духовные дарования от Бога не благодаря каким-то условиям или условиям угнетения его социального угнетения или наоборот его процветания социального мы видим там было угнетение а здесь евреи уже становятся аристократией в этом плененном будучи пленниками все зависит от того насколько человек опирается на Слово Божие пророк Иеремия вдохновил сказать царя Кира эти слова слова покровительства еврейскому народу прикройте пожалуйста 40 тысяч 46 тысяч евреев покидает этой первой волной возвращения еврейскую обетованную землю возглавляет с гражданской стороны Зарававэ а с духовной стороны Иисус обратите внимание тоже очень интересный стыдно кто ввел в землю обетованную с египетской пустыни Иисус основи это было гражданское лицо это был не священнослужитель а здесь обратите внимание вводит в эту землю другой Иисус но уже из священнической стороны Иисус это имя которая освобождает человека от египетского плена от вавилонского плена и в результате от плена греха Иисус Христос Нужно еще заметить что еврейский народ был народом письменным с момента можно сказать своего образования как народа Божия он становится народом ведущим по хронологию он описывает свою историю фиксирует эту историю Господь заключает письменно завет с народом он сам пишет на каменных скрижалях заповеди которые дает народу еврейскому и еврейский народ с этого момента принимает письменность из рук Божьих религия еврейская это письменная религия и вот основные хронологии и основные генеалогии велись на протяжении всей истории народа Божия и вот здесь в второй главе 63 стихе и Тиршафа сказал им это персидское название управителя владыки в данном случае это идет речь о Зарававеле о нем нельзя сказать что он был царем еврейским он можно сказать являлся этнархом еврейским этнос народ архи власть вот на сегодняшний день этнархом является патриарх константинопольский можно сказать он не только патриарх но он и является также этнархом потому что он возглавляет свой народ греческий народ это не государственный правитель это национальный правитель народный правитель старший в народе вот с момента падения византийской империи патриархи константинопольские становятся также еще этнархами они совмещают в себе церковную власть и народничественную власть потому что государственная власть от византийского императора перешла к султану ну а затем уже к президенту и Турции и Тершафа сказал им чтобы они не ели великой святыни доколе не восстанет священник с уримом и тумимом интересная деталь о чем здесь речь речь о том что не все фиксировалось не все записывалось или если даже записывалось что-то было утеряно но для того чтобы стать священником то нужно иметь принадлежность к колену левия более того нужно иметь принадлежность к роду Аарона если не было доподлинно установлено что он имеет принадлежность к этому роду и колену он не мог стать ни священником ни левитом и вот здесь Зарававель дает указание доколе не будет первосвященник учрежден а его не было первосвященника потому что не было Иерусалимского храма а помните у первосвященника была одна деталь интересная урим и тумим на облачении это два камня через которые первосвященник получал откровение от Бога и это очень важная деталь потому что возникает часто вопрос а как вообще удавалось им это все узнать вне сказать да узнать и точно установить что этот принадлежал к этому роду в принципе было самое главное знать два рода принадлежность к двум родам это колено Иудина и колено Ливиина почему потому что из Иудина колено будет Мессия а Ливиина колено из Ливиина колена будут священники первосвященники левиты то есть других колен не могли быть священники и вот именно потому что Господь открывался через Урим и Думими также над Херувимами Ковчега Завета а также Господь разговаривал с первосвященником и вот в третьей главе говорится во втором стихе и встал Иисус Сын и Осидеков и братья его священники и Зарававель сын Салафаилов и братья его и Сараудили они жертвенник Богу Израилю чтобы возносить на нем всесожжение как написано в законе Моисея то есть Иисус становится первосвященником и с этого момента начинается приношение жертв священнослужителями устанавливается жертвенник хотя еще Иерусалимский храм не был отстроен Иерусалима не было с его стенами И вот в этой же главе в 3 когда было положено нам говорит 10 стих основание храма Господня поставили священника в облачении с трубами и левитов сыновей Асафовы с гимвалами чтобы славить Господа по уставу Давида царя Израиля это тоже очень важный момент когда протестанты говорят о том что мы можем сами создавать какие мы хотим себе уставы петь плясать по этим уставам каждая протестантская община имеет какой-то свой устав я имею ввиду богослужебный устав но обратите внимание в ветхом завете четко говорится о том как должно совершаться богослужение и это называется уставом устав Давида царя Израилева а в предыдущих книгах было сказано что нужно славить Бога песнопениями царя Давида этот аргумент нам говорит в пользу того чтобы молиться не только своими словами но словами которые дает нам святая церковь потому что то что дала нам святая церковь к этому еще нужно дорасти а то что произносим мы это еще не совсем зрелое не совсем как бы является духовным то есть наши слова молитвы поэтому мы должны молиться духовными словами а духовные слова это те слова которые были написаны по наитию святого духа или царем Давидом или каких-то других песнотворцев то есть мы видим в пользу уставного богослужения аргумент что по уставу царя Давида и мы должны петь песнями Давида за богослужением мы конечно не только песни Давида употребляем за богослужением то есть его псалмы но также мы используем и тексты пророчеств в так называемой паремии которую вы помните паремии читаются это это и притчи вот это и какие-то пророчества и так далее то есть это все взято из священного писания это не какое-то религиозное вдохновение творчества священника он вышел и вот сегодня у него хорошее настроение поэтому он что-то веселое будет значит о чем-то веселом молиться а у него плохое настроение к вечеру и он будет что-то такое понимаете там произносить тяжелое скучное вот протестантские пастыри постоянно так сказать вдохновляются и конечно для того чтобы себя вдохновить для этого очень много конечно нужно над собой поработать знаете вот чисто в таком эмоциональном плане и поэтому протестантские собрания это очень такие эмоциональные собрания но разве эмоция нужна для выражения молитвы не эмоция нужна прежде всего искренность и нужно прежде всего трезвомыслие а трезвомыслие это прежде всего осознавать что я сейчас беседую не с Васей по лестничной площадке а с Богом и если у нас есть этика общения человека с человеком то тем более должна быть этика общения человека с Богом не может быть фамильярство Иисус ты мне простишь там мои грешки я вчера там немножко нагрешил вот и все вдохновляются именно вот этими словами протестантского пастыря или проповедника нет конечно мы не должны выплескать недоразвитость духовную на церковь мы должны зрелыми духовными окрепшими умудренными словами молиться дома где-то там где в тайне мы затворимся там мы можем произнести то что у нас на сердце что мы можем то мы можем произнести кроме слов молитвы церковной но вот за богослужение ни в коем случае этого делать нельзя поэтому существует устав богослужения и начали они попеременно петь хвалите и славьте господа ибо благ ибо вовек милость его к израилю помните хвалите имя господь и так далее то что мы произносим за богослужение то есть это не очередное вдохновение не такое недозревшее еще раз подчеркиваю а именно то что было по наитию святого духа дано для всей полноты ветхозаветной церкви ну и затем новозаветной и весь народ восклицал громогласно славя господа за то что положено основание дома господня впрочем многие священников и левитов и главпоколений старики которые видели прежний храм в его величии и славе при основании этого храма перед глазами плакали громко но многие восклицали от радости громогласно и не мог народ распознать восклицание радости от воплей плача народного потому что народ восклицал громко и голос высшим был далеко конечно на всяком добром пути встречается поздни как обычно и вот враги пришли предложить свою помощь язычники чтобы строить храм поучаствовать но Зарававель категорически отказывается от этой помощи и сказал им Зарававель и Иисус и прочие главы поколений не строить вам вместе с нами дом нашим нашему Богу мы одни будем строить дом Господу Бога Израиля как повелел нам царь Кир царь Персинского но в пятой главе нам говорится что пророк Агей и пророк Захария говорили иудеям которые в Иудее и Усалиме пророческие речи во имя Бога Израиля тогда встали Зарававель Сын Солок Иисус и так далее начали строить то есть продолжать строить храм Господи конечно опять начались козни но здесь нужно обратить внимание на то что письменно все фиксировалось грамота помните была обретена что действительно да Кир царь Персидский дал такое распоряжение в свое время на строительство храма и стены Усалима и враги не смогли далее воспрепятствовать вот здесь в 6 главе пишется тогда царь Дарий дал повеление и разыскали в Вавилоне в книгохранилище куда полагали сокровища и найден в Экботане во дворце который в области Мидии один свиток и в нем написано так для памяти и продолжается о чем для памяти говорилось в этом свитке то есть конечно важно все-таки документировать и это очень важно потому что сейчас мы с 8 главы с 8 главы начинается рождение иудаизма то есть до этого не было иудаизма в чем же иудаизм появляется новый персонаж творец еврейской истории некто Эздра и о нем нам говорится в 7 главе сей Эздра вышел из Вавилона он был книжник сведущий в законе Моисеева который дал Господь Бог Израиль и дал ему царь все пожелания его так как рука Господа Бога его была над ним то есть до этого нам не говорилось о книжниках именно впервые говорится нам о книжнике кто такой книжник книжник это знаток священного писания более того Эздра не просто книжник это первый книжник который составил кодекс так называемого Пятикнижия Торы на еврейском языке Пять книг Моисеевых были сведены в один свод священных книг и с этого момента началось особое почитание Торы Тора стала особым предметом священным предметом почитания он получает также повеление от Артаксеркса такой царь царь пересинский чтобы он возвращался в землю обетованную почему понимаете персид мы вообще говорили об империи империя это очень такое сложное образование потому что оно поликонфессиональное то есть полирелигиозное и полиэтничное и вот все это многообразие нужно содержать в гармонии которая служила бы единой цели империи которая поддерживала бы сильную империю делала бы ее сильной эту империю одно дело когда единомышленники одна нация как-то проще найти общий язык но когда здесь много народов и все веруют по-своему все думают по-своему имеют все разные божества и так далее Артаксеркс он прекрасно понимал нужно в этой империи возвращать идентичность каждому народу каждый народ должен иметь свой закон жить по своему закону своему религиозному и национальному закону конечно этот закон не должен противоречить закону империи столичному закону какой как какие проблемы начались у еврейского народа в Иерусалиме проблемы следующие когда началось строительство стен Иерусалима храма Иерусалимского в принципе все понимали что это их святыня они понимали что это их столица но люди это все делали без смысла они не имели понимания разумения для чего они это делали конечно в общих чертах они это представляли но не было как бы как бы разума в строительстве этих стен и стен Иерусалимского храма не было конституции для еврейского народа жизнь была беспорядочной она периодически вдохновляла и Зарававелем и Иисусом первосвященником но этого было недостаточно вдохновение проходило и все опять возвращались на круги своя помните как мы узнаем из книги Иисуса Новина что и книг судей что каждый жил по своему разумению как бы представлял себе разумным и так далее и конечно иногда руководствовались пророческими словами но конституции не было и вот Артаксеркс интересуется у своего верноподданного еврея по происхождению Эздры что можно положить в основании вашего народа и он говорит закон Божий и он дает согласие и Эздра едет еще с полутора тысячи евреев и там он собирает всех евреев на площади перед водяными воротами читая Тору это чтение продолжалось несколько дней все это чтение сопровождалось внимательным слушанием все сочувствовали этому чтению как нам говорит Священное Писание но чтение было на иврите евреи того времени не понимали уже иврита они понимали имперский язык имперский язык это государственный язык вот скажем в Российской империи был русский язык в Римской империи был греческий язык а вот в Персидской империи был арамейский язык обратите внимание арамейский язык это язык на котором разговаривал Господь наш Иисус Христос это тоже обо многом говорит то есть они стали терять свой язык евреи еврейский еврит древний еврит как мы сейчас уже его называем потому что есть новый еврит он остался только в письменности и поэтому когда читался свод это книжие то приходилось переводить и толковать об этом идет речь в восьмой главе книги Неемии нужно заметить что в еврейском своде книг Эздры первая книга и Неемии это была одна книга то есть мы разделили ее это уже позже но в еврейском своде это одна книга книга и Неемии и вот здесь и читали из книги из закона Божия внятно это тоже очень характеризует евреев внятно действительно чтение священного писания должно быть очень внятно нельзя прожелывать священные слова потому что не должна даже маленькая иота быть потеряна из священного текста или едина черта все имеет определенный глубокий вдохновенный смысл и присоединяли толкование и народ понимал прочитанное но понимал нужно заметить через толкование на другой день в 13 стихе этой же главы говорится собрались главы поколений от всего народа священник и левит и книжнику эске чтобы он изъяснял им слова закона и нашли написанное в законе который Господь дал через Моисея чтобы сыны Израилевы в седьмом месяце праздник жили в кущах так вот в начале было прочитано всему народу а потом главам поколений и священникам не напоминает ли вам это параллель из книг священного писания нового завета помните когда Господь в притчах говорил народу но потом апостолы подходили и спрашивали чтобы Господь им растолковал значит не все удобно понятно из священных текстов не все можно понять сразу для этого и есть толкователь нужно заметить что пророки северийского языка в переводе нави это не просто пророки в нашем смысле скажем пророки как мы прорицатели это еще и толкователи пророк это толкователь почему а потому что он говорит божьи мысли на человеческом языке не толкует ли он божье слово на человеческом языке на греческом языке пророк звучит профетис это тоже очень такое глубокое слово но конечно мы об этом еще поговорим потому что это целая у нас тема пророков это очень 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 такая знаете это такое пространство необычное все что связано с пророками мы как бы еще не имели возможности пообщаться с пророками мы пока только просматриваем общую кангу еврейской истории от ней так еще детали так вот резюмируем Артаксеркс отправляет Эздру для того чтобы он привел еврейский народ в состояние такой вот знаете упорядоченности потому что эти бесконечные всплески варварства что каждый поступал как ему представлялось разумным и правильным здесь нужно нужна нужна была для упорядочения жизни конституция и вот она то есть закон Божий является первой конституцией еврейского народа ну и понятное дело что знаете закон как дышло куда повернешь так и вышло закон еврейский толковали на протяжении всей последующей истории полтысячи лет толковали священное писание то есть иудаизм это прежде всего толкование священного писания в этом суть иудаизма затем толковали священное писание в синагогах синагога в переводе с еврейского языка это школа учреждались эти школы не только в земле обетованной но и во всей диаспоре от Вавилона до Александрии и по всему затем эллинскому миру потому что евреи жили везде и в Риме и на Аравийском полуострове и в Египте и в Малой Азии везде были евреи и для того чтобы сохранялась связь с Иерусалимом с Иерусалимским храмом учреждались в диаспорах синагоги заметьте это школы это не храмы еврейские храм у евреев один все это только училища благочестия там молились читали молитвы там изучали священное писание но жертв там не приносили вы помните трижды в году евреи по возможности съезжались со всего мира в Иерусалимский храм помните это еще было и во времена Господа нашего Иисуса Христа они не понимали еврейского языка они слушали чтение Тора на еврейском языке но не понимали ничего и это первое свидетельство такое вот в Новом Завете когда помните они собрались на Ветхозаветную Пятидесятницу и сошел Дух Святой на апостолов и евреи апостол Петр стал проповедовать после того как на него сошел Дух Святой и они говорили удивляясь как мы понимали их не мужили они галилейские они не понимали еврейского языка арамейского даже не понимали на котором говорил апостол Петр каждый говорил уже на своем языке поэтому Священное Писание нужно было толковать его нужно было объяснять самая конечно сильная синагога в мире диаспоры диаспоры была в Александрии в Египте так очень интересное указание где говорится что в 14 стихе они нашли написанное в законе который Господь дал через Моисея чтобы сын Израилевы в 7 месяце в праздник жили в кущах вот это первый вывод исследовательского подхода к Священному Писанию иудаизме они нашли в тексте нашли наши указания что они должны соблюдать праздник кущий но к тому времени никто не соблюдал а если быть точным то в 17 стихе говорится от дней Иисуса сына Навина до этого дня не делали так сыны Израилевы видите то есть они стали исследовать текст и обнаружили вот что характерно для иудаизма это прежде всего знание Священного Писания где бы евреи не были или в белорусской деревне или в украинской Умане евреи везде бедными они были или богатыми они изучали в синагогах Священное Писание они знали Священное Писание это была религия грамотных людей почему евреи слывут как образованные люди потому что сама религия всегда подталкивала еврея на образование евреи самые образованные люди можно сказать так не в том смысле что они самые мудрые люди потому что мудрость прежде всего заключается в знании главного а не в накоплении знаний но это религия прежде всего чтение понимание толкование изучение исследование и так далее и так далее это религия называется иудаизм восемнадцатый стих нам говорит и читали из книги закона божия каждый день от первого дня до последнего дня и празднули праздник семь дней а восьмой день попразднство по уставу вот обратите внимание еще такое слово попразднство вот в православной церкви есть такое слово попразднство то есть у нас не только праздник у нас есть попразднство предпразднство у нас даже есть отдание праздника и все это прежде всего характеризует именно преемственность традиции которые очень трепетно относятся к священному тексту для нас это не просто книга которую мы читаем а это книга которую мы даже лапзаем мы понимаем что этот текст не просто текст литературный памятник его сам Бог начертал человеческими руками к этому тексту сам Бог прикасался поэтому к Евангелию мы подходим с трепетом лапзая этот священный текст радость была весьма великая люди возрадовались люди переживали самые необычные переживания как будто они погружались в глубину в седую историю своего народа перед их глазами проходили дни творения когда читался священный текст и уши всего народа были преклонены к книге закона да вот так вот они настолько были вдохновлены услышанным 9 глава нам говорит и отделила семьи Израилева от всех инородных и стали и исповедовались во грехах своих и в преступлениях отцов своих знаете вот когда мы не знаем священного писания понимаете вот мы вот в неведении пребываем нам кажется что и это жизни со всеми законами и порядками этого мира что-то нормальное правда ведь и нет вдохновения для нашего сердца а почитаешь и сердце радуется как будто вот ты поговорил с Богом потому что ты почитал то что к тебе обращает сам Бог то что обращает к тебе пламенный пророк Исаия или евангелист Иоанн Богослов мы очень живо это переживаем потому что это все обращено к нашему сердцу человечеству которое очень чутко к тексту священному потому что оно чутко к Богу потому что душа по природе христианка и вот конечно меня очень болит сердце когда я вижу равнодушие к изучению священного писания потому что когда они изучают священное писание это значит что они равнодушны ко всему тому богатству которое Господь дает для человека для его мудрости вы должны изучать исследуйте писание говорит Господь он обращается к нам это заповедь если это сказано Богом значит это заповедь исследуйте писание потому что через них вам надлежит наследовать жизнь вечную Богом сказано а нам то что мы лучше будем смотреть новости что нам сыны человеческие будут говорить влагать в наши уши здесь еще очень важная история произошла ой это конечно вы знаете это достаточно смелое решительное действие было со стороны евреев евреи вступали в брак с иноплеменниками и конечно они приобщали к язычеству я имею ввиду иноплеменники евреев и это было уже очевидным на протяжении всей истории скажем так положительных браков не было в плане того чтобы сохранить верность Богу будучи в браке с иноплеменницей и было решено отпустить жен иноплеменницей вместе с детьми можете себе представить какой решительный шаг представьте себе семья и знаете здесь очень другой важный момент а когда Господь пришел он не то ли не то ли не то же подобное вернее сказать он сказал не мир пришел я принести но меч разделить кого на кого отца на мать отца на 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 детей детей на отца значит и так далее то есть всех родственников он перечисляет это не значит что Господь пришел устроить повальные разводы нет но нужно понять что если препятствует это этот брак жизни в Боге то этот брак может быть расторгнут об этом говорят нам тоже канонические правила церкви что что дело в том что никто не обязывает нужно заметить в новом завете никто не обязывает никто не обязывает к этим разводам Господь только говорит об этом он говорит я пришел принести меч то есть он разделяет а каким образом разделяет когда человек действительно приходит к тому убеждению что на его пути его родственники становятся уже препятствия то он предпочитает идти за Христом понимаете здесь выше вот здесь настолько очевидно вот эта заповедь любви к Богу заповеди любви к человеку даже если это родственник да ведь помните как апостол говорил Христу ну вот мы оставили семьи все что нам будет он говорит вы приобретете в сто крат значит больше даже такие порой родственные моменты когда можно погребсти мне отца моего оставь мертвым погребсти своих господь поскольку он новый Адам он дает человечеству новое родство почему в церкви называют братом и сестрой почему священник называется отцом почему его супруга называется матуш то есть это говорит о новой плоскости родства это не значит что еще раз хочу подчеркнуть что когда мы вступаем в новое родство то мы должны обязательно оставить нет но если это препятствие является то тогда тогда мы имеем внутренние основания для того чтобы сказать прощайте и мы знаем множество таких случаев из житий святых это это такое действительно буквальное понимание как апостолы приняли и ушли от своих родных потому что Господь призвал их благовестие апостол Петр он же был в браке помните у него тёжка которая огнем живого помните которую Господь исцелил вот здесь конечно присутствует радикализм этому радикализму который был воплощен в лице Эздры которого называют иудаисты вторым Моисеем они даже говорят равильный так если бы Моисей не получил закон то обязательно Эздра его получил бы от Бога потому что Эздра для иудаистов это это основной учитель иудаизма Эздра это очень большая личность для иудеев Некоторые говорят что он был священником но здесь мы как бы таких прямых указаний не находим хотя есть такие предположения что он даже был первосвященником возможно но он был также книжником еще в данном случае это самое важное то что посчитала Ветхозаветная церковь зафиксировать это его прежде всего книжничество так так вот я говорил о радикализме о радикализме Эздры и Неймия Неймия это был Эднар так же как из Рававет Неймия тоже был мудрым человеком очень благочестивым человеком духовным человеком обратите внимание что так же было записано письменно что они отрекаются от своих шум помните это все было письменно вот этот документализм еврейский он очень характерист для иудаизма все фиксировалось вся религия иудаизма это письмо это книга это религия книги вот этот иудаизм характерен для протестантов но конечно протестанты в отличие от иудеев они занимаются толкованием вне традиции то есть если иудеи толковали в традиции то есть традиция это устное предание которое передавалось от учителя к учителю то протестанты каждый протестант это сам себе учитель они же помните решили протестовать против католичества ну а там папа они конечно не могли согласиться с папой вот в результате они решили что одного папы для церкви слишком мало и решили стать все папами поэтому там сейчас каждый может толковать священное писание как ему вздумается вот и как ему нравится так что священное писание протестант толкует на любителя вне традиции но очень усердно уже не толкует очень усердно потому что так усердно что в результате мы получили даже не сотни протестантских серб а тысячи я имею ввиду не просто вот общины одной конфессии динаминации какие-то мелкие или большие протестантские секты которые занимаются толкованием все утверждают что они говорят истину последней инстанции все уже больше уже истины нет все остальное положило традиция вот что характерно прежде всего было для ветхозаветного иудаизма потому что его нужно отличать от того иудаизма который возник после распятия и воскресения Христа это совершенно уже другой иудаизм то не боговдухновенный был иудаизм это иудаизм который отрекся от Христа да а тот конечно который до это иудаизм который действительно был правильным изучением священного писания хотя конечно возникало множество каких-то толкований таких от головы вот потому что помните Господь осуждал что вы поставили предание старцев вот так называемые старцы старые эти книжники вот это вот их называли старцы и поставили больше любви к Богу и к человеку и к самому священному писанию то есть поскольку само священное писание оно было понятно только для знающих иврин вот то все собственно почитали старцы потому что они переводили на понятные поэтому то что говорили старцы то было последним откровением для народа но к сожалению не все толковали правильно и все правильные описания хотя традиция нужно заметить богооткровенное присутствовало так до последнего а значит я говорил о радикализме возвращаюсь очень важная деталь возникла оппозиция радикализма Эздра и Емия и появляется книга Эсфири мы уже прошли эту книгу и к примеру книга Иова потому что в этой книге мы видим Эсфирь она язычница по происхождению и она была эта книга написана именно в это время послепленное время она просто стоит в порядке значит допленном но написана она то есть события описывают допленные а написано именно в послепленное время и эсфирь язычница приняла бога своей свекрови как своего бога сказала твой бог это простите 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 да потому что Эсфирь будем проходить рувь простите да простите да рувь вступила в брак с Воозом и в результате из этого рода появился царь Давид то есть эта книга говорила таким радикалам как Эздра и Неемия что а вот язычница и от этой язычницы царь появился в Израиле а Иов это некий человек из земли Уц он не еврей по происхождению Иов но мы видим какого внимания был достоин он от бога что что за благочестие какое благочестие было великое благочестие было эта книга тоже возникает вместе с книгой Руфи что это значит это значит что не может быть очерчен не очерчена мудрость Божия истина Божия словами какого-то одного пророка или мудреца она многообразна эта истина просто где-то полезен радикализм а где-то так называемая экономия экономия это домостроительство снисхождение вот в переводе строить дом экономия то есть где-то вот нужно где-то что-то подстроить реставрировать это экономия а есть понятие акривии так называемый канонический радикализм акривия буквальное исполнение правил и то и другое и так другая методика является законной методикой в исследовании закона нашей веры просто нужно знать где использовать акривию а где использовать экономию конечно мы будем на страницах пророков соприкасаться с очень удивительными конечно удивительным многообразием понимания истины Божьей это действительно мир какого-то особого полета особой какой-то возвышенности особой мудрости поэтому мы будем очень тщательно останавливаться на книгах пророка я думаю что на сегодня все если у кого какие-то вопросы пожалуйста с чем просто есть два два слова ну да это да это там с этими это уже с оккультизмом связано карты таро нет потому что есть просто два слова они одинаковые по написанию греческое слово тора вот и еврейское слово тора если правильно произносить то тора а тора это греческое слово оно переводится как сейчас теперь есть такое слово знакомое для всех вас история вот тора то есть в переводе история это современность то есть всякий историк который занимается историей он всегда с претензией на то чтобы стать современником того времени то есть он должен правильно понять через чтение текстов каких-то археологических находок он должен правильно понять того древнего человека чтобы донести правильно до современника значит жизни древнего человека ему нужно погрузиться как будто перенестись как будто через машину времени понимаете это настолько нужно тщательно так сказать многогранно изучать историю конечно лучше всего сохранилось понятие истории в церкви потому что церковь это единственная институция единственное общество которое на протяжении всего времени от Авраама до наших дней то есть Ветхого и Нового Завета сохраняло преемственность больше такого общества в мире нет где бы сохранялась преемственность на протяжении многих тысяч лет поэтому конечно многое мы теряем но тем не менее всегда истолковывалось современниками предыдущие поколения то есть всегда шла работа над книгами над источниками всегда истолковывались священные тексты и это в результате переносит нас в те времена когда совершалась история того времени поэтому историк это современник а сохранение сейчас те какие Тора так а что же мы открываем с вами пять книг конечно это бытие исход левит чисел второзаконие это и есть пяти книжей Моисеева это и есть Тора на еврейском языке но Талмод это толкование это толкование толкование священного писания Торы вот это толкование да еще есть так называемые писания вот есть пророки то есть делится у евреев на три основных части священное писание оно называется значит пяти книжи пророки и писание пророки это понятно книги пророков пяти книжи тоже понятно и так называемые писания это притчи это псалмы и так далее все называется уже писание они читали снова делать на какую-то летопись то-то-то-то нет не сохранилось летопись Торей израильских иудейских не сохранилось небольшая есть что евреи сейчас нет 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 мечта евреев отстроить храм в Иерусалиме на котором сейчас на месте на котором сейчас стоит мечеть Амара золотой пупол в переводе в смысле не переводят альтернативное название потому что мечеть венчается золотым пуполом именно на этом месте стоял храм Соломона простите простроен достроен же был в этих книгах мы читаем был достроен храм Иерусалимский вот это так называемый второй храм Иерусалимский и также были построены стены Иерусалима хотя с препятствиями сложностями помните да как и нет я уже не буду остановить слушай есть такой вопрос как раз с этим не имеет не имеет глава 12 стих 22 при освящении скины Иерусалимского потребований какая-то глава 12 не имеет и скины 27 при освящении скины Иерусалимской потребований всех местных приказов им прийти Иерусалим для совершения священника радостно праздниться со словословной песней при звуке гимбала скины в чем вопрос поставлены два хора за шестой потом музыкальные орудия шли появили человека Божия потом оба хора сходились потому что все это описано подробно и в конце значит потом оба хора стали у Дова Божия и половина начальствующих со мной и священники не связано это с тем что сейчас происходит как тут есть катавасия современная церковь когда ходят в опор с клиросом какой-то отголос это не имеет Нет Дело в том что это греческое слово катавасия катавасия это перевод к исхождению То есть переклички как бы нет схождения като сходить на греческом языке схожу вот значит это уже катавасия это когда сходилось один клирос другой клирос вот ну и конечно когда идет себе богослужение, поют люди, и тут начинают сходиться в центру храма все, понимаете, певчи. Понятное дело, что какой-то, понимаете, такой шум возникает. И, конечно, из этого богослужебного языка это слово перенеслось в язык обычной нашей повседневности. И у нас связано катавасия, когда вот так, знаете, шуру-гуру, вот понимаете, вот так вот, понимаете, это катавасия. Нет, именно вот это вот действие, оно как-то не имеет... Вы знаете, связано, очень сильно связано. Почему? Потому что богослужение, мы же в еврейской традиции, мы же преемственность получили от евреев. Тут нужно заметить, я еще раз хочу подчеркнуть, когда я говорю о том, что мы получили преемственность от евреев, значит, богослужебную, литургическую и так далее, от евреев, то имейте в виду не от евреев, которые предали Христа, после Христа, а от тех евреев, которые были в богооткровенной религии, в Израиле до Христа, распятого и воскресшего. Вот эти правоверные иудеи были истинными почитателями Бога. Да, там было много болезней, так называемое фарисейство было и так далее, что осуждалось Богом. То есть, вот это, когда форма благочестия, как сказал, значит, Господь, что они будут соблюдать форму благочестия, но от силы благочестия, отрекутся. То есть, понимаете, вот это, именно, так сказать, осталась только одна скорлупа. То есть, а внутри там не было уже никакого содержания. И вот мы получили от ветхозаветной церкви, от ее литургической практики, то есть от богослужебной практики, многие моменты, конечно, потому что это храм, который был учрежден Богом, а раз он был учрежден Богом, значит, у нас есть все основания взять что-то, но обновить его, потому что Христос пришел, значит, Новый Завет дал. Это значит, что уже все это будет с другим смыслом, с другим объяснением. Потому что то, что ожидали и чаяли евреи, это уже свершилось. Поэтому, конечно, мы не можем остаться в рамках Ветхого Завета, но мы не можем не отвергнуть Ветхий Завет, потому что, если мы отвергнем Ветхий Завет, значит, мы построили на, так сказать, пустом пространстве, понимаете? То есть это религия, которая объемлет тысячелетия, не только две тысячи лет. Поэтому у нас есть и Ветхие Заветы, я подчеркиваю, Ветхие, не Ветхий Завет, а Ветхие, потому что Ветхих Заветов было много, и они обновлялись, эти Заветы, когда эти Заветы нарушались. И вот сейчас в этих книгах Эздри и Неемии тоже шла речь об восстановлении, письменном восстановлении Завета, когда они подписали своей рукой, как там указано, дали знамение рукой. Вот, понимаете, это такой важный момент, да. Какие вопросы? Есть еще вопросы? До Иисуса Христа? Значит, пять тысяч лет. Пять тысяч лет. Я сейчас точную цифру не помню. Пять тысяч лет. Да. Не-не-не-не-не. Нет, это забудьте, это из сказки. Что-что? Ну, если, если, я сейчас точно не могу сказать цифру, то есть можно посмотреть в Пасхалю и сказать, я могу точно. Но, если где-то пять с половиной тысяч лет, плюс две тысячи лет, уже, понимаете, это семь уже в восьмое тысячелетие пошло, да. Какие вопросы? Ну, что ж, если вопросов нет, все понятно. Надо ж, каких я успехов добился, все понятно, вот, вот, все, все понятно. Вопросов вообще никаких нет, Боже, милосердный. Все. Все, это уже, я не знаю. Да, я не знаю. К Эскре приходили, спрашивали, вот, объясни, вот, растолкнули. А тут с первой попытки. Все, что, я знаю, не знаю. Не возгордиться бы, не возгордиться бы. Так, не готовить. Не готовить. Так, и книга. Иудит. Простите, простите. Да, потому что книга из Филия, это будет многовато. Пропускаем? Не, 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 нет, мы не пропускаем, просто мы, ну, это будет много. Если все три книги, это получается, что у нас Иудив где-то 13-14 глав. Да, вот, и Тавид столько же, по-моему. Вот, Тавид, это не все. Нет? Хорошо, не успеваем, не успеваем. Да, Тавид 14 глав, получается, и Иудив 16 глав. Как это? Ну, что, будем две, да, книги возьмем? Ну, не надо больше, да. Не надо, нет, больше не надо, потому что мы и так, я считаю, что мы нормально идем. Мы только начали осень, а мы уже много книг прошли, в принципе. Нет, действительно, мы прошли уже нормально, потому что, помните, как мы в прошлом году, там буквально на одной книге мы останавливались, вот, сколько. Особенно, конечно, ну, потому что, да, мы только начинали знакомиться вообще с Ветхим Заветом, поэтому, конечно, нам приходилось каждый, ну, и, конечно, книга Бытия, это особая книга. Это наш шутка книга, шутка. Да. Не, ну, в любом случае мы будем иметь четкое уже представление хотя бы, понимаете, когда мы подойдем к Новому Завету, вот, перед нами будет уже историческая какая-то панорама, такая четкая, понимаете, вот, как вообще человечество шло именно к этому моменту Рождества Христова. Конечно, все мы не постигнем, вот, какая мудрость. Ну, все.